ПЕСНЯ Вот, пожалуйста, знакомьтесь. Просто Гон. Его зовут Гон. Это мой творческий порыв. Вот уже несколько месяцев Витас появляется в компании этого причудливого персонажа. Пингвин по имени Гон буквально следует за артистом по пятам. Я вообще не вижу, что он за спиной этом делает, если честно. Певец признается, что до сих пор точно не знает, откуда и когда эта птица появилась в его жизни. Что связывает Витаса и человека-пингвина, узнаем совсем скоро. Появление Витаса в образе человека-амфибии в начале 2000-х было настоящим событием в мире шоу-бизнеса. Уже в 21 год певец дал сольник в Кремле. Люди приходили на мои концерты не для того, чтобы послушать музыку, не для того, чтобы услышать какие-то слова, обращения к ним. Они приходили исключительно с одной мыслью. Есть ли у Витаса жабры? Их интересовал только один единственный вопрос. Нет, я ходил в шарфе, причем я вам больше скажу, я ходил в большом ошейнике, который специально был разработан определенными дизайнерами. Я даже на отдыхе, когда уезжал в Таиланд, в Мексику, в Бразилию, я на пляже ходил в плавках, но в этом ошейнике. То есть я постоянно держал интригу. Своего человека-амфибию Витас придумал вместе с продюсером Сергеем Пудовкиным и режиссером Юрием Грымовым. Певец Витас признается, образ был настолько удачен, что он на долгие годы стал его заложником. Я встретился в очередной раз с Аллой Борисовной Пугачевой. Она меня за кулисами, как кремлевского дворца увидела и говорит, посмотрела на меня, говорю, здравствуйте, Аллая Борисовна. Она посмотрела, боже мой, Витас, жертва имиджа. Понимаете? То есть я все-таки в какой-то степени, наверное, в большей степени таковым и являлся. Ради кого певец простился с жабрами и сколько всего образов сменил за свою карьеру, узнаем совсем скоро. За свою творческую карьеру Витас сменил сотни образов. Теперь, чтобы хранить все сценические костюмы, он арендует специальный склад. С 2000 по 2019 год, оказывается, я носил 250 костюмов. Все можете представить, это гигантское количество. Я вообще планирую сделать из этого большое какое-нибудь для себя лично, какой-нибудь музей, может быть, какое-нибудь такое место, куда я буду заходить и вспоминать о том, что было. Это очень важно. Сегодня для Витаса важно выглядеть, как лондонский Дэнди. Я почувствовал себя, что мне нужно быть уже более строгим, более настоящим. Вы знаете, вот детство, оно как бы, вся эта история, да, шуточная, да, она когда-то в любом случае заканчивается. Но не заканчивается у Витаса желание удивлять публику. Человек-пингвин стал частью нового имиджа артиста. Витас и Гон отлично проводят время. Записывают совместные треки и, кажется, расставаться не планируют. Невозможно было просто всю жизнь все в себе держать, понимаете. Вот я на него и выплеснул все. Но на самом деле, если говорить, да, если говорить без иронии, то это персонаж, это миф, это иллюзия, это фантазия, мной придуманная. Это для того, чтобы клип, ну я вообще человек оригинальный, там с 8 лет выбрал для себя вот эту тропу, жизненную тропу под названием творчество, и иду по ней никуда не сворачивая до сих пор. Вот это просто творческий порыв. Вот так это можно характеризовать. Редактор субтитров А.Семкин